Коллеги, друзья, всем добрый день. Рад вас видеть на этом мероприятии. Когда я узнал, что МОМ будет проводиться в Владивостоке, я был, честно, очень приятно удивлен и просто было неожиданно. Очень сильно надеюсь, что данное мероприятие, наверное, проводится у нас не последний раз и, в принципе, количество людей это доказывает. Ну, пришло бы, конечно, еще человек на 100 больше, чтобы они все стояли вокруг, тогда бы точно следующий год точно наш. Ну, будем надеяться. Позвольте представиться, меня зовут Сергей Перехода. По настоящее время я являюсь активным сисадмином. Я и моя команда обслуживаем большую сеть порядка около тысячи рабочих станций, 50 серверов. Также я являюсь преподавателем в своем родном ВУЗе. Я стараюсь обучить своих студентов знаниям локальных сетей и способами их защиты. У нас в ВУЗе есть модная на текущий момент везде по всей стране специальная защита информации и не понаслышке наши студенты одни из самых сильных по всей России в этом плане. Также буквально в конце декабря 2015 года наш ВУЗ получил статус Академии Микротик. Это значит, что мы сможем реально обучать наших студентов не используя какие-то там эмуляторы всем известные, а реальные роутеры, реальные железки и изучать возможности роутерос прямо у вас в руках. Мне кажется, это очень круто. И кроме того, студенты, сдавшие экзамен на английском языке, все официально на сайте Микротика получают полноценный международный сертификат. И все это бесплатно. Спасибо ребятам из Микротик, что такая возможность предоставлена. Позвольте, я еще себя немножко похвалю. Так уж сложилось, что я админ винды и постоянно развиваюсь в этом направлении. Имею несколько сертификатов. Я MCP, MCSA. Если очень грубо, кто-то может знает, кто не знает, что-то похожее на CCNA у ЦИСКи только по серверам Microsoft. Также я имею сертификат специалиста по виртуализации Hyper-V. Пару лет назад пучина Микротик меня очень сильно в себя затянула, и я теперь не могу оттуда вылезти. И так уж сложилось, что я тоже решил обучаться этому делу. И также имею несколько сертификатов. Собственно, самую плюшку я оставляю на потом. На настоящее время я в Владивостоке, да и на всем Дальнем Востоке, единственный представитель и реселлер компании Микротик. Мы продаем их железки и оказываем сервис и поддержку. В конце, на последнем слайде будет показан все контакты. Также у нас есть свой стенд. Можете подойти, брать визитки, брошюру. Какие-то вопросы, подходите после презентации, задавайте. Собственно, зачем я вас здесь сегодня собрал, для какой цели? Мы все время говорим про маршрутизацию. Я хотел бы еще заявить о том, что Микротик умеет делать коммутаторы и довольно неплохие. Есть, конечно, над чем еще поработать, но в целом довольно вкусные железки. Давайте разберемся. Операционная система называется роутер-ос, платы называются роутерборд. Казалось бы, все связано с маршрутизацией, но это не совсем так. Относительно недавно вышли продукты серии свечей. На борту имеют операционную систему свечос. Один из недостатков для многих этой операционной системы то, что она работает только по веб-интерфейсу. То есть вы больше никак не можете настроить свой коммутатор. Но довольно неплохая операционная система имеет очень большие возможности. Относительно недавно, буквально полтора-два года назад, вышла новая линейка свечей, которая называется Cloud Router Switch. На борту они имеют операционную систему полноценную роутер-ос и даже везде стоит роутер-ос пятой версии, уровень лицензии. Немножко отвлечемся, почему вообще в микротик я выбрал, и я считаю, что вы тоже должны остановиться на этом оборудовании. Помимо высокой надежности и цены, все знаем текущую обстановку в нашей стране, и многие компании начинают смотреть в сторону других решений, которые не уступают по надежности всем известным нам вендорам и имеют неплохую цену. Те, кто работают с микротик, знают их неповторимый дизайн, квадратненький прямоугольный белый цвет, и для многих это уже стиль жизни и религия, можно так сказать. Также многие любят микротик за то, что на борту стоит роутер-ос, основанная операционная система на ядре Linux, и имеет очень много настроек. Когда начинаешь перечислять возможности, понимаешь, что проще сказать, чего в ней нет, чем то, что в ней есть. И популярность, собственно, как началось мое знакомство с микротик, если вы даже сейчас наберете в поисковике слова 2 провайдера, вы увидите, ну, собственно, чего я буду говорить, вы увидите все это на слайде. До сих пор одно из самых недорогих и надежных решений по отказоустойчивости, это как раз компания микротик. После меня, по-моему, будет выступать мой коллега Павел, он будет вам рассказывать как раз на простом языке, как, собственно, вы можете в домашних условиях даже себя поднять отказоустойчивый провайдер. В текущий момент бизнес напрямую зависит от интернета, поэтому, я думаю, все согласятся, что многим необходим постоянно доступ в интернет. Тема с двумя, с тремя и то и более провайдерами очень актуальна. Кратко о данном коммутаторе. Лично мне он понравился тем, что, во-первых, он стоечный. Любители построения структурированных кабельных систем меня поймут. Оборудование должно вставляться в стойку. Из приятных введений это экранчик. Не знаю, зачем, собственно, он нужен. Он показывает статистику, показывает какую-то данную, можно там минимальный какой-то набор функций произвести. И однажды он мне помог с перезагрузкой в плане сброса до настроек. Новый беленький стиль – это серия Cloud. Довольно, как вы сами заметили, неплохо выглядит. Несмотря на то, что сзади у устройства есть технологическое отверстие под вентиляцию, у данной модели нет активного охлаждения, то есть он абсолютно бесшумный. Бесшумные коммутаторы очень актуальны на многих предприятиях, там, где нет возможности поставить какой-то узел агрегации, поставить шкафчики. На данном устройстве еще есть SFP-порт. Есть модель другая, CRS226, там есть два SFP-порта и причем SFP+. Кому надо, обратите внимание. Таким образом, на нем 25 получается гигабитных портов. В конце будет цена. Увидите, что эта цена отличается в положительную сторону даже от всем известного производителя коммутаторов. Будет слайд, вы видите. Есть USB-дырочка на нем. Повторяю, это не полностью свитч, это реально еще и рабочий роутер. Вы можете подключить к нему USB-свисток и использовать его как роутер и раздавать интернет. Характеристики вполне типичные. На борту у него возможность есть обслуживать 16 тысяч MAC-адресов. Имеется в виду Unicast-таблица. Обычная функция зеркалирования портов. 4 тысячи активных валанов. Хотел бы уделить внимание слове «активных». Насколько я знаю, не все производители коммутаторов могут заявить поддержку именно активно в настоящее время работающих валанов. Почти везде просто поддержка 4 тысяч валанов. Ну, может быть, кому-то это надо и действительно это будет происходить на этом свитче. То есть, одновременно работающих 4 тысячи валанов он реально выдержит. Обычные функции коса, шейпинга. Шейпить можно скорость как по портам, так и с помощью очередей, так и с помощью группы очередей. По управляемых списках доступа я не совсем понял, в чем тут проблема. Дело в том, что на сайте микротик на Вики написано, что поддержки нет, но когда я ковырялся в настройках, я увидел эту вкладку. Возможно, я чего-то неправильно разобрался. Но мне показалось, что этот функционал есть. Кроме того, повторюсь в очередной раз, что это еще и роутер. Вы можете сделать из него роутер. Все функции роутинга в нем есть. Динамическая маршрутизация. Лицензия роутера с уровня 5. Для технорей и вообще парней, которые любят во всем разбираться с помощью схем, я вырезал схему из сайта микротик. Хотел бы обратить внимание на то, что у данной модели есть реально полноценный свит-чип, помимо центрального процессора. Это значит, что коммутацию он может выполнять с помощью своего собственного процессора на основе архитектуры ASIC. И она будет происходить на уровне скорости проводов. Давайте немножко пробежимся по теории. Вообще коммутация в микротике реализована давно, но была она сделана с помощью бриджинга, моста. В чем смысл? Бриджинг или мост – это софтовое решение, программное. Коммутация, происходящая с помощью чипа коммутации – это железное решение. Если поэкспериментировать с копированием больших объемов файла, то вы увидите, как сильно проседает процессор. На самом деле процессор может просесть намного сильнее, если толкать больше файлов одновременно. Сегодня я вам хотел показать, как сделать из данного CRS полноценный коммутатор уровня доступа. Мой доклад будет состоять из пяти частей. Это как обновиться, как быстро настроить режим коммутатора, как подать на него валаны и раздать их по нужным нам портам. Настроить транки. И последний завершающий этап – это действия, назначенные на дальнейшее администрирование этого коммутатора. Итак, для начала нам надо подключиться к роутеру. Обращаю внимание, что дефолтная конфигурация у него отличается от обычных роутербордов. У него, допустим, нету изначально one-порта. В моем случае это будет 24-й порт, по которому мы будем подавать интернет для обновления прошивки, а потом просто переведем в режим свеча. Подключаемся к устройству с первого по 23-й порт. Исключаем 24-й порт из группы коммутации. Подаем на него интернет. Самый простой способ – это поднять на нем DHCP клиент. Интернет подан. Проверяем прошивку, обновляемся. Хочу заметить, что слово «прошивка» тут не совсем верно. Мы обновляем операционную систему. Есть еще понятие «прошивки» самого роутерборда. Ее тоже можно обновлять. После этих всех действий сбрасываем конфигурацию. Обязательно конфигурацию сбрасываем не до дефолтной. Мы будем сами все настраивать. Затем настраиваем везде мастер-порт. Как раз мастер-порт показывает нам о том, что у нас будет железная коммутация, не софтовая. Получаем общий вид. На самом деле 24 пункта я специально сократил, чтобы не делать большой скриншот. Конкретно на данном стенде я делал с первого по четвертый порт нужный VLAN. Собственно, настраиваем порты уровня доступа, если в терминологии CISC. Если мы зайдем в пункт меню свитч, вы увидите, что оно очень сильно отличается от типичного меню. Там просто тысячи настроек. Не знаю, мне кажется, что когда-то со временем по свитчингу будет отдельный курс обучения, потому что там очень много настроек. Нам нужна вкладка Ingress VLAN Translation. Она и будет нам подавать нужный VLAN. К сожалению, возможности проектора не позволяют вам увидеть это близко. Презентация будет выложена позже. Необходимо подать VLAN. Здесь он называется New Customer VLAN ID. Обязательно нажимаем галочку внизу «Обучение». Я по запарке ее не нажал, и у меня долго ничего не работало. И я так и не разобрался, почему, потом понял. Включаем режим «Обучение», чтобы видеть вообще МОК-адреса. Появляется табличка VLAN. Как видите, второй MOPORTUS совпадает, второй VLAN. И так последовательно. Теперь нам надо подать TRUNK. По нему будут передаваться нужные нам VLAN. Это еще одна вкладка под названием Egress VLAN Tag. Повторяю, что подаем все VLAN мы на 24-й порт. Таким образом получаем табличку. Каждый VLAN подходит на 24-й порт. И что самое смешное, на этом все. Раньше, чтобы настроить коммутатор в микротиках, приходилось довольно-таки много курить мануалы. Что железный, то софтовый. Очень было тяжеловато лично для меня. Для того, чтобы нам управлять, нам все-таки придется создать VLAN на интерфейсе, на нашем главном, на 24-м. Прошу прощения. Подаем IP-адрес на данный VLAN. Подавать IP-адрес на интерфейс нельзя, потому что мы используем VLAN. VLAN, представленные... А, теперь нам необходимо создать бэкап. Естественно, мы всегда же это делаем. Бэкап бывает двух видов. Если вы не знали, если вы не знаете, то приходите на курсы, и вы об этом узнаете. Первый вид – это бинарный файл. Он удобен тем, что с него можно восстановиться прям сразу, мгновенно. Но он бинарный, вы его не можете посмотреть в текстовом виде. И когда вы поменяете устройство и воткнетесь с помощью этого бэкап-файла, ничего у вас не выйдет, к сожалению. Поэтому делают вот такой бэкап с помощью команды «экспорт файл». Он как раз-таки текстовый и представляет из себя скрипт настройки. Вы можете увидеть, какие настройки вы вообще делали. Естественно, мы удаляем админа, который был у нас без пароля, и добавляем обычного пользователя с нужными нам правами. И на этом настройка коммутатора закончена. Затем, на самом деле данный коммутатор имеет очень большой запас. Вы можете из него сделать не только коммутатор доступа, но и уровень агрегации. Сейчас буквально кратко для этого нам надо опять же в нашу вкладку, в которую мы подавали транк, подавать транк просто на другой порт. Если вы хотите сделать устройство режима Soho, но используя вуланами, то вам необходимо подать транком так называемый мнимый виртуальный свитч CPU. Это говорит о том, что все настройки и далее роутероз будет передавать, собственно, на свой центральный процессор. И как раз если вы вуланы разруливаете на данном коммутаторе, это необходимо сделать. Связующее звено у нас с центральным процессором и свитчипа. Вот такой получается общий вид. И вот так мы подаем IP-адреса. Напоследок сделал выборочную табличку. Наш коммутатор в третьем стоит справа. К сожалению, не очень хорошо разбираюсь, как многие из вас в модельном ряде других вендоров. Специально сделал их сверху в шапочке под звездочкой. Но я думаю, вы понимаете, про что шла речь. И многие вещи довольны либо так же, либо в чем-то даже преимущественно. Например, мне лично понравилось пассивное охлаждение. Мне вообще нравится политика Микротик в плане подписок и сервисных поддержек. Никакой подписки у них нет. Все бесплатно скачивается, все бесплатно обновляется. Потребление энергии в обычный адаптер питания, как на обычных роутерах домашней версии. Соответственно, все функции. И напоследок, самое интересное и вкусное находится внизу. Это цена. То есть, мне кажется, стоит присмотреться к Микротику еще как к производителю свечей. Не буду лукавить. Не весь функционал коммутаторов в нем реализован до сих пор. Но, например, в седьмой версии роутерос, не знаю, правда, нет, я слышал, что будет поддержкой наконец-то железного СТП. Напоследок, по поводу ваших манипуляций и настроек Микротик. Много примеров дано в интернете. Я сам также смотрел раньше все по интернету. Но потом, когда начал изучать, понял, что многие вещи сказаны неправильно, либо нерационально. Поэтому, мое личное мнение, что вам необходимо еще обучаться этим вещам. И с учетом цен на другие курсы, здесь цена в разы отличается, и оно того стоит. Товарищи студенты, я знаю, что вы здесь есть, поэтому присмотритесь к этому. И вместо того, чтобы покупать себе какой-то смартфон новый, я бы на вашем месте приобрел бы просто какой-то курс. И вкладывание в себя, оно того стоит. Напоследок от нашего интернет-магазина будет разыгран роутер Hub. Он намного круче, чем тот, который вы сейчас получили в подарок при регистрации. Поэтому оставайтесь, не разбегайтесь. Визитки, повторяюсь, есть на моем стенде. Подходите, берите, спрашивайте. Какие-то вопросы есть? Все уже кушать, да, наверное, хотят? Я вот сам уже прям не могу. Надо пойти пообедать срочно. Коллега спрашивает про Spanning 3. Дублирую его вопрос. Spanning 3 поддерживается только софтовый. Если вы делаете свитч с помощью бриджей, 24 порта делать свитч с помощью бриджей, конечно, можно, но это вы будете большим джедаем. И там есть реализована поддержка STP. Но в настоящее время она не имеется. Именно я говорю про свитчип. Именно у этой модели. Используя свитч чип, гигабит работает на скорости проводов реально. То есть копируете гигабитный файл. Ну, по гигабиту файл где-то 960 мегабит у вас скорость. Такие нагрузки не тестил. На сайте у них есть всегда внизу табличка с скоростями и с показателями. Можно подойти ко мне потом, либо я подойду к Сергею с микротика. Он, наверное, нам все-таки больше подскажет. Боюсь просто вас обмануть. Еще вопросы? Слушаю. Первый слайд. Да, конечно. Арифметическая ошибка. Здорово. Как давно вы готовы к степени? С 2010 года. Морской государственный университет имени Невельского. Я учился там в аспирантуре и преподавал. И до сих пор преподаю. Имеется в виду Владивосток. Я еще не выкладывал презентацию, я ее исправлю. У меня там есть еще косячки. Поэтому все доделаю. Хорошо, спасибо за замечание. Еще вопрос. Сейчас, может быть, Алексей подскажет. Я слышал, что эта тема будет полностью реализована в седьмой версии. То есть, если Сергей нас не обманул, то она выйдет буквально в течение нескольких месяцев. Но это в любом случае не от него зависит. Подойдите к Сергею Богинскому, вот на эту тему спросите. То есть, будет ли МСТП, то есть, будет ли Rapid Spanning 3 именно на свитчепе? Он ответит вам. Сейчас пока нет этой информации. Просто сказано, что в седьмой версии на уровне свитчепа будет СТП. На Бридже и РСТП должен работать. Надо уточнить этот момент. На Виланах. РСТП на Виланах должен работать с отварной. Спасибо. Еще вопросы? Ну что, пойдемте кушать? Все, наверное, проголодались. Спасибо за внимание. Пользуйтесь микротик. Тогда мы возвращаемся в пол третьего. В пол третьего будет следующая презентация. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...